Добрый день, дорогие друзья! Меня зовут Константин Должанский и я расскажу вам о последних новостях из стана желто-зеленых. Далее в нашей программе. Краткий обзор пятого тура чемпионата. Покажем все голы, их было 13. Подробный репортаж с игры Кайсар Табол. Попытаемся понять, почему Табол выиграл Козларде одно очко, а волки проиграли два. А также в нашей исторической рубрике вы узнаете, какое отношение имеет велосипедный спорт и бамбуковая удочка к футболу. Самые нетерпеливые могут гуглить уже сейчас. И на вкусное. Сказ о том, как футболисты Табола оказались невольными участниками воспитательного процесса в обычной сельской школе. Как принято говорить накануне Дня космонавтики. Поехали! Итак, пятый тур. Начнем по порядку. Открывался он матчем Тимиртау, где карагандинский шахтер принимал алматинский Кайрат. Кайрат в этой игре реабилитировался. Много было разговоров о том, как сильно качается кресло под Кахабером Цхададзе. Так много, что даже официальное заявление было сделано для особо неуемных. Поэтому в матче с шахтером следовало ожидать что-то подобное, что видели зрители. Еще первый тайм не закончился, а алматинцы трижды огорчили Шацкого и компанию. Сначала Исаль Барбоза забил из-под защитников, потерявших ориентиры в кутюрьме, который закрутили Кайрат отцу ворот шахтера. А затем Жерар Гоу с подачи Куата из района правого угла забивает второй гол. А затем третий из подачаявшихся защитников. Карагандинцы искали шанс пробить по воротам Покатилова, разве что со стандарта. Во втором тайме они попробовали наконец-то бить с дальней дистанции, но все как-то в молоко. А гол довел счет своим голам до трех, отправив в сетку мяч с подачи Баторика. Ивуаридз таким образом возглавил с пяти уголами рейтинг бомбардиров КПЛ, подвинув на вторую строчку Алексея Щеткина. Краты смогли ответить только голом Ралхана Амиртаева. И остались на сегодня в звании самые пропускающие команды. Вот уж где случилась битва Давида и Голиафа, так это в Таразе. Игра выдалась веселая, а боюдо острая. Тараз у себя не проигрывает, но и выигрывает не так часто. Тем приятнее было местной Тарсиде увидеть довольно быстро забитый гол в исполнении Мухаммедшина. Орда ответила голом со штрафного Мордана Тельбека. Этот удар можно точно вписать в рейтинг самых красивых и техничных. Мяч положил Мордан прямо в притирку со штангой. А вот третий гол из разряда несуразных. Проходит он в протоколах за авторством Кожемберды. Так и есть, поскольку на вратаре автогол не записывают, а рикошет был. Внимательный зритель заметит, что мяч после удара Жамбылской девятки попадает сначала в штангу, а затем в спину Алмату Бигбаева и только потом в ворота. А Тарао, похоже, изменило их везение мышеловки. Так называют между собой футболисты поле стадиона «Судоремонтник», где на время бездействия Мунайши нефтяники принимают большой футбол. Мышеловка меньше стандартных размеров и считается, что Тарао к нему лучше приспособлена. Нефтяники мужественно держались почти до конца матча. Всего один раз они пробили поворотом Астаны. Посеченко же пришлось восемь раз к ряду отражать удары. Один из последних оказался удар Лагвиненко. Мяч буквально плюхнулся ему в ноги и не забить он не мог. У Акжит-Песа закончилась прописка на Астана-арене. Сенегорцы разгребли от снега Щучинский стадион и приняли там повладарцев. Приняли крайне неудачно. Как следует из статистики, подопечные Муханова за весь матч не нанесли ни одного удара поворотом Иртыша. Проиграли половину всех единоборств и обошли гостей только в количестве фаллов. Как говорится, факты говорят сами за себя. Иртыш же из семи ударов створ реализовал два. Сначала Фафана остановил мяч грудью и сам забил, а затем Кислицын наказал свой бывший клуб голом. Кис оказался в нужное время в нужном месте, сделал протыкающее движение вперед и уколол мяч в нужном направлении. После этого гола повладарцы заметно прибавили, но окрыленности им не хватило. И легалкипер Акжи Песа Саша Стаминкович был далее так хорош, но голов зрители больше не увидели. Вот мы и добрались до часового пояса плюс пять, на котором расположены самые европейские клубы КПЛ. Уральский Акжи и Коктабе. Очень напряженный и трудный матч для арбитра, как прокомментировал матч директора департамента судейства и инспектирования Николай Левников. По его словам, главный судья не справился с руководством и управлением игрой, позволял игрокам оспаривать решения, не боролся с проявлениями неспортивного поведения. Сам в конце игры совершил ключевую ошибку, написал Левников в своем анализе. В сухом остатке матча счет 1-1. Открыл его Мирам Сапана после подачи штрафного, а пропустили уральцы игра о меньшинстве. Удаление получил Руслан Валиулин. Чем Blackstar Mafia Акжи не могла не воспользоваться. Они и так всю игру били много и часто. Воспользуемся описанием турнирной таблицы с уважаемого многими сайта Кулички Футбол. В чемпионате Казахстана после пятого тура установилось троевластие. Ардабасы подвинулся назад из-за двух поражений к ряду, а компанию Кайсару на вершине составили Табол и Иртыш. Во многом это случилось из-за сыгранных на неделе двух перенесенных матчей 18-го тура. В данных встречах оказались задействованы почти все фавориты, за исключением Кайсара и Астаны. Но разжиться тремя баллами сумел только Табол, который затем добавил в копилку одно очко, набранное в Кызларде. У матча Кайсар-Табол интересная предыстория. Стадион «Локомотив», на котором «Волки» не проиграли две предыдущие игры, по некоторым данным они обещали больше не использовать и встречу с Таболом провести на запасном поле центрального стадиона. Собственно, здесь и прошла предыгровая тренировка одной и другой команд. Однако в Кызларде предполагали, а инспектор приехал и решил, что поле не соответствует нормам безопасности. Инспектор фигура ключевая, его решение не оспаривается, даже несмотря на то, что регламент соревнования говорит, что, цитирую, предыгровая тренировка проводится на поле, где будет проходить матч. Норма – вещь серьезная, но, признаемся, не без забавных моментов. К примеру, статья 39 регламента безопасности гласит, организатор матча должен обеспечить защиту игроков и официальных лиц отторжения зрителей на футбольное поле. Среди мер обозначены присутствие сотрудников полиции, стационарные препятствия и, внимание, наполненные водой рвы достаточной ширины и глубины. Правда, говорится, что в случае ЧП зрители должны суметь попасть на поле. Ну да бог с ним с регламентом. Инспектор сказал, организаторы отреагировали. Матч был перенесен на стадион «Локомотив». Так что обе команды казались в обоюдо невыгодном, но равном положении, о чем признались оба коуча. Погода была така и ветер, и поэтому в СМТ тупол тоже играли так. И две команды не хотели проиграть сегодня. Это видно. Игра в Казаларде проходила практически по кубковому сценарию. Соперники во главу угла поставили задачу не проиграть, а забивать по возможности. Осторожничать заставлял искусственный газон, давно уже потерявший свои футбольные кондиции, и порывистый казалардинский ветер. Волки первыми получили шанс открыть счет. После ошибки защитника мяч указался в штрафной площадке непогодовой и попал под Стефана Николича. У черногорца удар на дальнюю штангу не получился, хотя можно было в данной ситуации на технику не работать. Расстояние было убийственное. Кайсар не использовал отличный шанс. Табу уже ответил опасным штрафным Джорджа Деспотовича, который из-под планки вытащил Исламкулов. В следующем игровом отрезке Деспотович еще раз попробовал пробить поворотом Кайсара со средней дистанции. Не точно. К середине первого тайма темп заметно подрос благодаря хозяевам площадки. Кайсар прибавил и скорости, и в комбинациях. Статистику они подправили по владению мячом, а вот со задания голевых моментов волки особо не преуспели. Они стараются максимально рачительно распоряжаться штрафными, они получаются угрожающими, но защита Табула на высоте. Во втором тайме, как и предполагалось, соперники попытались перейти к активным атакующим действиям. На первой минуте второго тайма Щеткин прорывался по левому флангу, и только героический контр-выпад защитника прервал голевой эпизод. Следом пробивал поворотом Тагиберген с подачей Деспотовича. Исламкулов мяч принял. Кайсар также угрожал вортом Непогодова. После ошибки крайнего защитника Кустанайцев, ему за спину вывалился Максат Байжуанов и выложил пас на набегающего Николича. Ситуацию разрядил Сартаков, а было очень опасно. Последний третий матч Младенов попытался оживить игру заменами. Тиба Занкизан Саиджи вышел вместо курьера Матеса у Кайсары, почти сразу же вместо Анарзилдаева вышел Коробкин. Дивидендов это не принесло. Табул дисциплинированно играл от обороны, ища удачи в контратаках. Одна из них получается перспективной. Тагаберген сделал прострел поворотом Исламкулова, который вратарь толком взять не смог, но набежавший Деспотович отскок от голки первоворота также не переправил. Хозяева ответили ударами поворотом Непогодова Антиба Занкизы. Непогода в этом эпизоде выше всяких похвал. Тяжелая была игра, я думаю, за 6 очков, поэтому обе команды хотели победить, но, скажем так, поле, может, где-то не дало нам сыграть комбинационный футбол. И мы, и Кайсар больше так отталкивались от поля, поэтому играли более такими длинными передачами и пытались за счет этого забить. Ну и плюс два разных тайма, потому что ветер все-таки мешал. Первом тайме было чуть легче, во втором тайме все-таки больше играли от обороны, чуть тяжелее было. Ну, хорошо, что команда выдержала. Думаю, очко на выезде тоже неплохой результат. Игра получилась упорной, боевой, без голов, но без проигравшей и победившей стороны. Несмотря на то, что каждой команде досталось по очку, тренеры оценили такой исход по-разному. Тетрадзе в плюс, Младенов в минус. Таким получился матч в Кызлорде. Он проверил крепость Тобольской брони, но не дал возможность оценить футбол как таковой. Наверное, лучшим в плане проверки будет матч с Кайратом. Он состоится 12 апреля на стадионе «Затоболец». Начало в 17.30. Вход свободный. Организаторы обещают, что зрители увидят маскота команды «Тигра Косто», показательные выступления авиамоделистов ко дню космонавтики, ну и, конечно, фееричный футбол. Вы уже узнали, как связаны между собой бамбуковая удочка, велосипедный спорт и футбол. Если нет, то обязательно дождитесь нашей исторической рубрики. В ней мы обязательно расскажем. А пока я расскажу о встрече ровесников. 50 лет исполняется в этом году не только футбольному клубу «Тобол», но и Большой Чураковской средней школе в Алтынсаринском районе. Ее в этот понедельник посетили футболисты клуба Тома Шимкович, Аймир Махудинов и Фернандер Касай. Приехали просто так, по приглашению одного из учителей, оказались участниками воспитательного процесса. Накануне Большой Чураковские пацаны намеревались серьезно поговорить с парнями из соседней школы. Директор этой дискуссии не дала состояться, а в качестве карательной меры горячий голубь были отправлены на трудотерапию. В общем, вооружились лопатами и разгребали снег возле школы. Потом пришел полицейский, поговорил с ними. Ну а затем, после полудня, приехали и футболисты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пожарь, молодцы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В сухом остатке у этой импровизированной командировки твердое обещание футболистов пригласить школьников на открытие центрального стадиона, которое намечено где-то на июль-август. Ну а в свою очередь футболисты видели простых сельских школьников, узнали, чем живет район. На обратном пути заехали в спортивный центр Большочероковки, где провели мастер-класс для воспитанников местной группы мини-футбола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Как сообщал в своей обзорной статье от массовости к мастерству в Ленинском пути секретарь обкома Компаркин, артибасов в 1982 году у кустанайцев большую популярность завоевали такие массовые виды спорта, как футбол, волейбол, бокс и другие. В течение последних четырех лет команда Буревестник является чемпионом Казахской СССР среди коллективов физкультуры. Третье место в республике заняли юноши, и это не случайно резюмирует басов. Более 16 тысяч человек занимаются футболом, половина из них дети и подростки. В областных детских спортивных соревнованиях на призы «Кожаный мяч», «Колосок» принимают участие до 200 команд. Конец цитаты. Действительно, футбольных команд всегда было в Кустанай приличное количество. Об этом нам рассказал один из героев прошлых программ, ветеран спорта Евгений Петров. Много команд в городе Кустанай. Там Динамо, Буревестник, Энергетик, Спартак и так далее. Были футбольные поля с травяным покрытием. А мы сейчас в этом отношении, то есть качество как-то повысилось, а вот в количественном отношении этого нет. То есть у нас есть центральный стадион, у нас есть «Жастар», а больше у нас, ну и менее в полях. А тогда были все поля стандартные. Мы тогда играли в большой футбол. И каждая, например, команда должна была, вот городская команда, если предприятие, там автоколонны, это команда «Торпеда», замечательная команда, вот там, «Динамо», это МВД, там, каждая команда должна была иметь взрослый состав, юноши и детей. И зачет, там, если проходил чемпионат города, значит, он только по детям. Если дети есть, тогда команда там получает бонус, очки какие-то, там, это, прочее, прочее. Вот, и потом это количество вот этого вот всего, оно перерастало в качество. Кроме «Динамо», «Тобол» подпитывали игроками и другие кустанайские команды. Знакомьтесь, наш следующий герой – Александр Петрович Павленко. Выходец из семьи железнодорожников, родился в Крыганде, затем вместе с родителями переехал в Кустанай. Разумеется, был хулиганистым дворовым мальчишкой, любил футбол. Начинал играть за команду железнодорожников «Локомотив». Кустанайский клуб «Уревестник», следующий по исторической линии подвижник кустанайского футбола, пришел в 1976 году. Пришел необученный, ну что, играл, да, с мужчинами бился, все, втянулся, все вроде бы, слава богу, получалось, и коллектив, говорю, очень хороший, все. И так вот, с весны 1976 года по 1979 год, в «Уревестнике». Жалко, конечно, что это был непрофессиональный такой, ну, будем с вами… Коллективичный культурный. Да, ну, без зарплат, без ничего, ну, для меня это ничего не значило. Для меня было главное, вот, на груди белой майки, вот, на той фотографии, на которую я грязный, если посмотрите. «Уревестник» любил футбол всегда. Футбольная карьера Александра Павленко была недолгой. После «Уревестника» он еще год поиграл в «Октюбинске», а затем с футболом пришлось расстаться. Из-за болезни организм просто не смог переносить игровые нагрузки. Желание было – выходил на поле, а потом отлеживался под капельницем на обеих руках. Со временем Павленко перешел в судейский корпус, сейчас он инспектор, а еще ведет в школу молодого арбитра. Говорит, народ судей идет нынче неохотно. Считать дело хлопотное и психологически сложное. И это они еще не проходили через период перестройки, парирует Павленко. Что мы проходили в свое время, а судить в 90-е годы было, это откровенно скажу, не так просто. Где-нибудь в Чемкенте, в Фергане или в Самарканде, в том же Луганске, когда приходилось работать, в других республиках тоже по обмену ездили. Ну, неподменно назначала тогда Москва, Федерация Российская. Вот там мы поднаторились такого, что бывало, что и на бронетранспортерах увозили в аэропорт, потому что в Фергане тогда немножко события были нехорошие, там и танки в городе были. И вот тогда вот тоже так, и люди вооруженные, думаешь, боже, в судейскую тогда заходили, проходили. А в 90-е, сами знаете, кожаные курточки, лица вот такие. Думаю, ох ты мой, такой нажим небольшой делали. Говоря даже твой адрес, в какой школе дети учатся, тут уже, конечно, у любого могли бы трястись ножки. И вот такую школу пройти, я говорю, что ребята, говорю, кто думает, что это тяп-ляп для вас, лучше не начинайте. Или будете, вот, ну, Перинеста города судить, много тут и юношеских, и различных турниров. Сами же, знаете, хватает. Я говорю, а кто серьезно, готовьтесь и физически, и особенно морально, и психологически к непростым моментам. А теперь обещанный ответ на вопрос. Как связаны между собой велосипедный спорт, бамбуковая удочка и футбол? Оказывается, из велообуви вполне можно сделать неплохие футбольные бутсы, а из бамбука щитки. Александр Павленко подтвердит. Бутсы, когда я пришел в Гурелесник, у меня были тоже неплохие ребята-самодельщики, с ревотуфлей, с тяжелых. Велоспорт был в локомотиве развит, тогда прилично. С ревотуфлей делали, набивали тоже шипики, все, вкручивали, дирали его и вытачивали. Ну, там у нас и токаря, и все же играли там. И тогда тоже были, кстати, неплохие бутсы, легенькие, ну, подошва мягкая, продавливалась. Шуруп выдавливал, тут и до краи было все. А вот те, которые сами забивающиеся, это и мало поиграл. К сожалению, у них. Вот что отнять, не отнять у Николаевича, у нас, мы буревестник, мне форма идеально нравилась. Во-первых, она была, не как на той фотографии, где я грязный, но темно-синяя эмблема, с этой птичкой летящейся. Трусики у нас, ну, тогда мода была на коротенькие трусики, не как сейчас по колено носят. Вот детишечки все беленькие, все четко, каждый год новая форма. Где же он там выискивал деньги, через что, это мне неизвестно. Ну, шили здесь, по заказу где-то. Хорошая форма у нас была. Трусики бамбуковые? Ну, это из старых времен еще с тех годов 60-х. Они такие большие, на всю надкосницу, от голеностопа почти до колена. Ну, тряпочка обшитая, и внутри бамбуковые полосочки, ну, как вот половину удочки разделяешь. Ну, держали удар, очень прилично. Вот и все, пожалуй, на сегодня. Мне осталось только пригласить вас на большой футбол. 12 апреля, в день космонавтики, состоится матч Кустанайский табол, Алматинский кайра. От начала в 17.30, вход свободный. Там организаторы обещают показать маскота, тигра Коста, а также выступление авиамоделистов. Ну, и, надеюсь, будет хороший и вкусный футбол, от которого останутся только приятные впечатления. Эту программу для вас подготовил режиссер Владимир Фрайнт, оператор Роман Вильман, я Константин Должанский. Были взятые видеоматериалы по ФЛК КЗ и YouTube. Всем доброго, встретимся на футболе. Редактор субтитров А.Семкин